МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Мыть руки, приходя с улицы, избегать безострой необходимости посещения многолюдных мест и воздержаться от поездок в Китай. О том, как обезопасить себя и своих близких, смотрите в выпуске. Пора входить в правовое поле. Глава Дагестана Владимир Васильев провел встречу с представителями бизнес-сообщества. Контроль качества. Сотрудники Росрикознадзора в ходе проверок выявили факты нарушения в работе закрытого акционерного общества Проскули. Ну и, пожалуй, самые тревожные сообщения сегодня касаются китайского вируса убийцы. Его жертвами стали уже более ста человек. Самое главное установлено, что вирус легко передается от человека к человеку и как от него надежно защититься до сих пор пока неизвестно. Эти факты уже дают право экспертам рассуждать о вероятности развития эпидемии. Всех волнует один вопрос. Каков риск заразиться смертельно опасным заболеванием? Тему продолжит Зумруд Гамидова. Около 15 тысяч посылок из Китая каждый месяц приходят в это почтовое отделение. Вот этот весь товар идет из Китая. Это Алиэкспресс, который люди заказывают. То, что им нравится. Алиэкспресс это пользуется очень большой популярностью. Однако на почте заметили значительное снижение потока почтовых отправлений из-за таинственного китайского вируса. Заказы меньше стало, конечно, потому что люди боятся, наверное. Но эти, которые здесь в кладовой, эти посылки, которые до вируса поступали, после того, как обнаружили этот вирус, конечно, в разы стало меньше. На текущий момент мы работаем в штатном режиме. Боязни заразиться инфекцией нет и среди сотрудников почтового отделения. Ну, мы столько времени работаем здесь, и еще ни разу через посылки мы как бы не заражались. Поэтому никаких опасений пока не вызывает. В сети полно видеороликов, напоминающих кадры из фильмов-катастроф. И пока одни пользователи интернета тревожно обновляют новостные ленты, другие видят в этом источник для шуток. В соцсетях полным-полно так называемых мемов о шопоголиках, ожидающих посылки из любимого китайского магазина Алиэкспресс. Однако, по словам главного санитарного врача страны, длительной устойчивости во внешней среде этот вирус не обладает. Поэтому нет оснований опасаться заражением им через посылки. Но сегодняшние данные не предполагают риска для посылок и чего-то еще. И случаев инфицирования через предметы, которые переданы и посланы куда-то, в мире на сегодняшний день не описано. Мыть руки перед едой, использовать защитные маски, избегать посещения многолюдных мест, ну и, конечно, воздержаться от поездок в Китай. Роспотребнадзор дает рекомендации для противодействия коронавирусу. В столичном аэропорту волонтеры раздают памятки о мерах профилактики заражения. Услышали, видели. Это страшно, конечно. Но, тем не менее, надо провести параллокеторическую работу. За пределами Китая новый тип пневмонии нашли в 14 странах. Правда, речь идет о единичных случаях. До России коронавирус еще не добрался. Власти пытаются не допустить проникновения опасной заразы. Ужесточены меры санитарного контроля на всех приграничных пунктах пропуска. Роспотребнадзор ввел специальные анкеты и проверяет температуру у въезжающих в страну. Внимание! Уважаемые пассажиры, в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, убедительная просьба соблюдать меры предосторожности при вылете в зарубежные страны. Сотрудниками санитарно-карантинных пунктов проводится двойной термоконтроль пассажиров, пребывающих за границей. При выявлении таких больных они изолируются и направляются в лечебно-профилактические учреждения и обследуются на весь спектр респираторных вирусных инфекций. Поток туристов из Дагестана в Китай у нас небольшой. И пока, по словам специалистов нашей республики, заболевших нет. Однако вероятность завоза нового вируса в регион не исключена. Случаи регистрации как на территории Российской Федерации и в частности на территории Республики Дагестан на сегодняшний день не зарегистрированы. Учитывая инкубационный период данной инфекции в среднем 14 дней, существуют также риски завоза и на территории Республики Дагестан через внутренние рейсы, пребывающие из Москвы. Для выявления инфекции используют новые системы диагностики, которые к концу недели должны поступить в лабораторию регионального ведомства. А пока в качестве защиты от очередного загадочного вируса, стремительно распространяющегося в Китае, рекомендуется не пренебрегать простыми правилами гигиены. Замрут Гамидова, Гаджи Магомедов и Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Диалог власти с бизнес-сообществом. Сегодня в Национальной библиотеке Дагестана в Махачкале глава республики провел встречу с предпринимателями. Говорили о законном бизнесе и о том, почему так важно взаимодействовать с властью в современных условиях. Встреча проходила в формате оживленной беседы. Каждый предприниматель мог рассказать о проблемах в своей области и о том, чем именно его дело может быть полезным дагестанскому обществу сегодня. Особенно выделил глава республики деятельность мэра города Дзербента. Хизри Абакаров занимался бизнесом до вступления в должность мэра. Глава древнего города считает, для того, чтобы наладить взаимодействие власти с бизнесом, нужно вернуть веру народа в чиновников. У людей потреблена вера, вера в чиновников, вера в вообще что-то, что можно что-то сделать. Привожим к примеру города Дзербент. Люди, вот идешь, ни один на встречу не идет. Все друг на друга встретничают. У всех какая-то невозможная реакция. И самое плохое, говорит, это даварец пришел. У нас национальный вопрос почему-то просто обстоят. Это даварец пришел, ничего не будет делать. Вот сегодня, сегодня, все говорят, наш лизгинь. Приятно, но работа идет, и все видят. Я сейчас прихожу, как бизнесмен я рассказал, что было и что стало. Да, вот сегодня, да, я сам же человеку, который ничего не верил, начинаю верить, что действительно можно для Дагестана что-то сделать, чтобы изменилось в лучшую сторону. Большинство из собравшихся к сотрудничеству готовы. Например, некоторые представители обувного бизнеса за прошедший год уже пополнили налоговыми отчислениями и страховыми взносами в бюджет республики на 8 миллионов 100 тысяч рублей. И это уже прогресс. Напомним, в октябре прошлого года глава республики призвал к выходу из тени весь обувной бизнес. Мы заплатили налогов и страховых взносов, эти шесть предприятия, я говорю только за них, 3 миллиона 600 тысяч рублей. Но этот показатель уже в 2019 году мы увеличили в разы, то есть в два с лишним раза, мы уже заплатили 8 и 100 тысяч рублей. То есть уже начало пошло, так скажем, и мы начали выходить из тени и сразу результат в два с лишним раза. Тем не менее, некоторые проблемы для обувщиков все еще остаются актуальными. В ближайшее время им предстоит пройти через чипование обуви. И чтобы выжить на рынке, учитывая конкуренцию с китайскими производителями, им нужно значительно удешевить стоимость товара. Но в таком случае есть риск, что бизнес может поднести существенные убытки и даже перестанет оправдывать себя. Поможет предпринимателям только вход в ТОСР. Территория, опережающая социально-экономическое развитие, частное государственное партнерство, которое позволит бизнесменам использовать льготы, предоставляемые государством для эффективного вложения своих средств и расширения собственного дела. Глава республики заверил, что вопрос с этим уже решен и такая практика будет расширяться. Сотрудники Ростельхозназора в ходе проверок выявили нарушения в деятельности закрытого акционерного общества «Просковья». В частности, продовольственный ячмень реализовывался без необходимых лабораторных исследований, сведения о которых должны были содержаться в протоколах испытаний. Информация о нарушении направлена в Федеральную службу по аккредитации. В отношении закрытого акционерного общества «Просковья» в соответствии с Федеральным законом о техническом регулировании выдано предписание о прекращении действий декларации о соответствии продукции. Информация о нарушении направлена в Федеральную службу по аккредитации. Хореографический ансамбль танца «Арс» из Каспийска вновь порадовал победами. В Пятигорске на Всероссийском фестивале-конкурсе сценического искусства «Зимняя фантазия» ребята стали лауреатами первой степени, а также обладателями гран-при. Было показано более 105 номеров. Выступило огромное количество коллективов, а лучшими стали дагестанцы. Во время прогулки на горе Машук коллектив встретился с главой Дагестана. Владимир Васильев поздравил детей и руководителя Шамиля Абдулаева с очередной победой. Дагестанцы заняли призовые места на Кубке России по стрельбе из лука 3D. Турнир проходил в Орле. В нем приняло участие более 200 лучников со всей страны. В этом году сборную Дагестана представляли 13 лучников. В классе Барри Бо в тройке лучших оказались спортсмены из нашей республики. Они заняли весь Пьедестан. Медали и Кубки получили Махмуд, Бекмурзаев, Шамиль Гебедов, Абдул Муталиб Алиасхабов и в классе Лонг Боу. Второе место также занял дагестанец Мухаммад Ариф Мирзоев. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова